Итак, одна ошибка, которую Джеймс Бонд делает постоянно, это надевает костюм не своего размера. Отправимся в 80-е, взгляните на Тимоти Далтона, который играет Джеймса Бонда. Зацените размер костюма. Но многое, конечно, связано с модными трендами, которые были популярны. Костюмы от Армани тех времен действительно продвигали эти оверсайз костюмы. Так что да, даже Джеймс Бонд не имеет иммунитета против модных трендов. Через 30 лет Дэниэль Крейг, который играл иконического шпиона. Многие люди говорили, что его костюм слишком сильно прилегает к телу. Что я думаю? Считаю ли я Тимоти Далтона жертвой моды? Считаю ли я, что Дэниэль Крейг целый день не смог сделать глубокий вдох? Да, они, может, и стали жертвой своего времени и дизайнеров костюмов. Но эти ребята надевали эти костюмы, смотрелись в зеркало и чувствовали себя превосходно. Вот почему Джеймс Бонд входил в комнату и держал все под контролем. Именно поэтому Джеймс Бонд заполучил девушку. Поэтому и вы, когда надеваете костюм, который будет вам по размеру, и если вам нравится, как он на вас сидит, тогда вы сможете чувствовать себя уверенно. Именно это я хочу, чтобы вы забрали с собой из сегодняшнего видео. Если вы смотритесь в зеркало и вы чувствуете себя уверенно по поводу вашего внешнего вида, не имеет значения, что другие люди думают. У вас будут все шансы уйти с девушкой, как Джеймс Бонд. Следующая ошибка, которую делает Джеймс Бонд, он надевает неподходящие часы к различным ситуациям. Вот тут инфографика, которая поможет не допускать ошибки. Ссылка будет в описании. Но вы заметили, какие часы надо надевать со смокингом? На самом деле, тут есть подвох. Вам не надо надевать часы вместе со смокингом, потому что вам не надо волноваться о времени. Но я знаю, что многие из вас по-любому наденут часы. Поэтому вам надо выбирать костюмные часы. Это часы, у которых кожаный ремешок и очень простой циферблат. Ну а что надел Джеймс Бонд? В казино рояль он носил свои Омега Си Мастер Планет Оушен. Разве это костюмные часы? Нет. Это часы для ныряния. Не совсем подходит для того, чтобы надеть под смокинг. Но, тем не менее, он их надел и выглядит отлично. И вот о чем я хочу сказать. Да, вы можете нарушать правила. Я уверен, что он знает правила, но он решает их нарушить. У него есть небольшое морское прошлое, Командор Бонд. Он это понимает и решает привнести нотку этого наследия в свой черно-белый наряд. Скорее всего, тут был продукт-плейсмент, но суть в том, что это отличные красивые часы. Помните тот момент, когда Веспер увидела часы и сделала ему комплимент? Да, она лучшая девушка Бонда, и этого уже достаточно, чтобы нарушить правила. Теперь взглянем на Шона Коннери, который играет Джеймса Бонда в фильме «Голдфингер» и «Живешь только дважды». И взгляните на его галстук. Вязанный шелковый галстук. Что происходит? Если читать книги, то можно узнать, что Джеймс Бонд носит только шелковые галстуки. А не вязанные, потому что они более кэжуал. Так считается ли это ошибкой? Технически, да, но кто посмеет подойти к Джеймса Бонду и сказать, «Эй, это вязанный галстук, тебе не следует его надевать». Я думаю, что он может его надеть и выглядеть круто. Вот, смотрите, Дэниэль Крейг в фильме «Спектр». Снова надевает вязанный галстук. Правда, в этот раз он надел более кэжуал костюм, и на мой взгляд, очень хорошо все сочетается. Но вот что мне нравится, так это то, что Джеймс Бонд следит за временем. Потому что когда писались книги, это были совершенно другие времена. Все было куда более формально. А мы же видим переход к более кэжуал стилю. И мне это даже нравится, несмотря на то, что Ян Флеминг может почитать это нарушением прав, если сравнивать с тем, что он написал для Бондианы. Следующее правило, которое нарушает Джеймс Бонд, и он делает это превосходно, он надевает рубашку с коротким рукавом и пиджак, или спортпиджак. Ян Флеминг предпочитал такую комбинацию, и я тоже за такой сетап. Да, принято надевать рубашку, чтобы манжеты выступали на сантиметр, два. Это обобщенное правило для ношения костюма. Ну а как насчет более кэжуал костюмов и жаркой погоды? Да, я считаю, что можно спокойно надеть пола вместе с костюмом. Можно даже надеть рубашку с коротким рукавом. Многие, правда, не очень их любят. Но если вы работали в NASA в 50-х, то это обычный вид. Но Джеймс Бонд смог надеть такую рубашку. Снова казино рояль. Отличный вид, он в пиджаке, снимает пиджак. Конечно, очень большую роль играет состояние вашего тела. Это ключевой момент в рубашках с коротким рукавом. У вас должны быть мощные руки и в целом хороший торс. Рубашки с длинным рукавом, когда их подкатываешь, то выглядят лучше. Но, конечно, для жаркой погоды это отличный выход из ситуации. Ну а если надеть сверху пиджак, то может всего пару человек вообще заметят это. Итак, следующая ошибка. Доктор Ноу в фильме из России с любовью и бриллианты навсегда. Ошибка. Нижняя пуговица пиджака застегнута. Я совсем не понимаю, о чем они тут думали. Потому что, действительно, для этого нет никакой причины. Может, для какой-то сцены они не хотели, чтобы пиджак порвался. Как бы это единственное, что приходит в голову. Ну ладно, вот вам напоминалка. На пиджаке с двумя пуговицами верхняя застегнута, когда вы стоите, а нижняя никогда. На костюме с тремя пуговицами нижняя никогда не застегивается. Средняя всегда застегнута. Ну а верхняя на выбор застегните, если хотите более формальный вид. А, и еще на пиджаках с двумя половиной пуговицами. Это такой пиджак с тремя пуговицами, который сделан, чтобы носить как пиджак с двумя. И на нем никогда не нужно застегивать верхнюю пуговицу. Итак, следующая ошибка, которую мы видим в спектре. Джеймс Бонд надевает пиджаки-брюки, которые очень близки друг к другу по цветам. И проблема тут в том, что это выглядит, словно он собирает себе костюм. Конечно, ему ничего не скажут, особенно когда рядом с ним его девушка. Нет, у него все замечательно. Но для большинства из нас не стоит пробовать купить себе костюм по частям. Типа, когда у вас черные пиджаки, темно-синие брюки, вы можете посмотреть в зеркало и подумать, «Хм, это выглядит как костюм». Но нет, запомните, что костюм это пиджаки-брюки, выполненные из одного и того же материала. Хорошо, взглянем на фильм «Живи и дай умереть». Что мы видим, Роджер Мур надевает канадский смокинг. Я хочу сказать вот что. Возможно, в 70-х это сработало, и я не буду ничего говорить против, если вы захотите надеть такое. Но, парни, если вы решаетесь надеть джинсу и джинсу, тогда хотя бы надевайте различные оттенки джинсы. Ну или вообще откажитесь от этого, и просто подберите какие-нибудь текстурированные штаны, там, фланелька или вельветовые, или чинос. Поэтому не обязательно надевать джинсу сверху и снизу. Ничего страшного в этом нет, но что-то не то. Ну а если решились, то хотя бы надевайте темную джинсовую куртку и светлые джинсы. Далее следите за тем, чтобы длина галстука была правильной. Смотрим на Бонде в фильме «Бриллианты навсегда». Я не знаю, что случилось, но это да, это ужасно, парни. Упаси вас бог от такого. Итак, какой длины должен быть галстук? Если вы надеваете галстук, то он должен доходить до середины вашего ремня. Да, он может быть плюс-минус 1-2 сантиметра, но если он ниже или выше вашего ремня, тогда это проблема, и вам надо перевязать галстук. Итак, идем дальше, и следующая ошибка, возможно, я слегка придираюсь, но давайте взглянем на пирсобросно на фильме «Золотой глаз». Его одевал Брионни, но смотрите, галстуки – карманный платок. Они слишком близки по цветам. Как бы можно даже сказать, что они одинаковы. Я не скажу, что они прям один в один, но могу сказать следующее, что надо подбирать галстук и карманный платок так, чтобы они дополняли друг друга, а не совпадали друг с другом. И много парней попадают в эту ловушку. Они покупают галстуки и платок из одного комплекта. Не делайте этого. Вам надо, чтобы они друг друга дополняли. Вам нужен один платок, который сочетается с вашим внешним видом в целом, и один, который совпадал бы с цветом галстука. Хорошо, господа, что же смотреть дальше, как насчет этого? Как одеваться как Кингсман – это очень классное видео. Если не смотрели, тогда вперед. Ссылку оставлю в комментариях.